Всем привет! С вами Зачёный. Сегодня я вам расскажу про эти занимательные, цветастые, весёлые баночки, которые я иногда использую. Расскажу, что именно я использую, когда и зачем. Начнём с самого основного. Протеин. Фу, химик, неестественно! Веганам же не хватает белка. Им негде его взять, и они умирают. Поэтому они жрут вот такие мешки. На самом деле нет. Если я в течение дня не добираю белок, я просто добавляю. И заниматься добавлением протеина я начал довольно-таки недавно, где-то с весны. Этот соевый изолят, наверное, третий в моей жизни. Самый простой, первый я покупал в магазине веганском, где есть тофу и всё остальное. Там в небольших пакетиках пробовал, но он очень плохо мешается, он очень густой, его почти как пудинг приходится жрать. В спортивном питании соевый изолят мешается замечательно, легко пьётся, никаких проблем. Решил попробовать MyProtein. В большой фасовке удобно, достаточно дёшево, особенно если по акциям, с кодами, со всеми делами. У них это часто бывает. Естественно, это не реклама, вы можете увидеть моих подписчиков. И вы поймёте, что никто мне ни за что не будет платить за это. Ещё мне друг подарил вот такой. Один был шоколадный, вот, и один ванильный. Он из пшеницы. Разница не принципиальная между двумя этими видами протеина, просто в пшеничном немножко другой, аминокислотный состав, и, пожалуй, немножко хуже, чем в соем изоляте. При этом пшеничный белок выходит дороже. Соевый протеин этот без вкуса, поэтому пока у меня ещё был вот этот, я их замешивал вместе, получалось грамм 40 белка со вкусом, легко мешалось, всё замечательно. Опять же, повторюсь, я пью его не постоянно, только в тех ситуациях, когда у меня в рационе белка мало. Например, сегодня бы я захотел съесть килограмм картохи с овощами, белка там практически нет. Ну, я добавляю протеин и уравновешиваю рацион. Причём сейчас уже, да, октябрь, мешок у меня с лета, и он, ну, как минимум половина. Давайте дальше пойдём. Дальше это БЦашки. БЦа – это три основные аминокислоты, лейцин и залейцин, валин. И в спорте эта добавка довольно-таки популярна, хотя часто говорят о том, что она не работает. В частности, об этом говорит мой лучший друг Борис Сацулин. Но, тем не менее, я как человек впечатлительный, смотрю много спортивных блогеров, спортсменов, слушаю, и некоторые меня всё-таки убеждают что-то пробовать новое. И вот я попробовал БЦа. Естественно, по вегану наклеечки есть. Вообще, у Майпротеин на сайте очень удобно. Там есть отдел с веганством. Ты выбираешь и не заморачиваешься, веганство это или нет. Не гуглишь, не сидишь, не выискиваешь. Ферментированный БЦа 1 кг. Вообще, изначально я задумывал, как я покупаю протеин с БЦа. Вместе всё это мешает, дополняю именно кислотный состав. И, возможно, если верить всяким там противникам веганства, блогерам, всем остальным, меня будет там раздувать. У меня же дефицит по жизни. Но ничего такого не происходит. Единственное, что на тяжёлых тренировках 2 раза в неделю, сейчас тренируюсь 5, я добавляю грамм 30-40 на 2 литра воды и в течение тренировки пью. Это, наверное, мои вторые БЦа на веганстве. И, наверное, всего лишь третьи в жизни. Единственное, что на подготовке к соревнованиям, когда нагрузки очень высокие, их добавление, может быть, конечно, это ментальные какие-то самовнушаемые вещи, но вроде немножко помогает. Меньше мышцы болят, чуть лучше восстанавливаешься. Но это не даёт какао-то... Вау-эффекта. Следующее – это глютамин. Ещё одна аминокислота, самая распространённая в нашем организме. Её используют для повышения иммунитета, для восстановления, для повышения мозговой активности. О ней я немножко рассказывал в видео про оздоровительный коктейльчик. И вот он у меня почти заканчивается, потому что сейчас осень, опять же, подготовка, сильные тяжёлые нагрузки, иммунитет начинает страдать. Добавляю. Вроде помогает. Опять же сказать, что какой-то есть вау-эффект, умопомрачительный результат, я сказать не могу. Ну, естественно, всё по вегану, наклеечки, MyProtein делает удобненько. Следующая добавочка – это креатин. Креатин у вегетарианцев, у веганов, он понижен. Много исследований, и у маркетологов, которые производят спортивное питание, и у тех, кто не говорит. И опять же, мой лучший друг в своём видео сказал, что у нас, у веганов, креатин понижен, и поэтому мы ещё и тупые, потому что креатин участвует в мозге. Ну, хотя я говорил о том, что Борис делает выводы, как ему удобно. Но сейчас не об этом. Почему я его пью? Вот эту баночку мне подарил друг. Потому что креатин участвует в работе мышц, а так как у меня силовая направленность, он мне помогает, реально помогает. Немножко задерживает воду, и силовые нагрузки переносятся легче. Можно сказать, что он даёт силу и довольность существенно. Использую я, наверное, уже третью банку. Опять же, я начал активно налегать практически на весь спортпит где-то с марта, с весны. До этого я этого не делал, и, собственно, не замечал никакой разницы. Но сейчас я всё-таки готовлюсь, пытаюсь увеличить результаты, верю, надежда, всё у меня вот есть. Банок накуплю и стану сильным. Немножко помогает на самом деле, но денег это стоит кучу, и надо несколько раз подумать, надо или нет. Давайте немножко расскажу вам ещё про креатин. Откуда он вообще получается? Высокое содержание креатина, не высокое, но самое основное содержание креатина, а у нас в мясе и в рыбе. И не стоит пугаться. Креатин не добывают из мяса и рыбы, потому что чудовищно дорого. В одном килограмме говядины содержится около одного или пяти грамм креатина. Ну и сколько нам надо сожрать этого мяса, чтобы добыть столько креатина, сколько тут, да, в чайной ложке? Либо сколько должен стоить креатин в таком случае, если его добывают из животных источников? Стоит он довольно дёшево, но, конечно, не оптимум нутришен. Он стоит очень дорого. Тут убогая банка, нет ложки мерной, и я его ненавижу. Никогда не покупайте это говно. Отстой. Ну ладно, не совсем отстой. По самому креатину ничего плохого сказать не могу, но вот фасовка, как это всё сделано, реализация отвратительная. Попробуйте. Дозировка средняя 5 грамм. Я пью по 10-15, иногда даже 30, когда слишком сильно уверую. Может помочь. И, пожалуй, спортивное питание, которое я использую довольно часто, перефориваю кучу разных брендов, продуктов и всего остального, это притреники. Вот сейчас у меня дома 2 банки, которые я не допил, и вряд ли допью, потому что мне не очень хочется. Псиотик и блэканис. Что такое притреники? Притреники – это комплекс стимуляторов, которые повышают производительность на тренировке. Допустим, вы устали, засыпаете какой-то вялый, выпили, и получаете заряд бодрости, энергетики, настрой, в зависимости от конкретного продукта. Эффекты разные. Вообще, притреники – это палка о двух концах. Они могут приносить значительную пользу и также могут наносить значительный вред. Основным компонентом притренировочного комплекса является кофеин практически всегда. Это главный стимулятор. Естественно, он повышает давление, сердечное повышение, и для нашей сердечно-сосудистой системы частый прием таких препаратов – это не очень хорошо. Помимо этого, разгоняет центральную нервную систему и постоянное употребление таких вот штук приводит к ее истощению. И если вы занимаетесь особенно силовыми видами спорта, то истощение ЦНС – это край крайний, который допускать нельзя. Естественно, я на это нарывался. Это не очень хорошая штука. Притренировок я перепробовал очень-очень много, и по каждому мне есть, что сказать, что стоит брать, что нет. И, возможно, я даже сделаю обзорный ролик, который будет интересен даже не веганам, а вообще всем, потому что, когда ты хочешь купить ту или иную баночку, ты смотришь отзывы, состав, как будет помогать, не будет. Это тоже может быть кому-то интересно. Давайте расскажу о том, что у нас есть. Псиотик и Блэканис. Псиотик – вообще непредсказуемая штука. Кому-то он очень нравится, кому-то нет, но всегда разный эффект. Вот от этой вот штуки иногда бывает чувство паники и страха. Ты вот приходишь, ты выпил, ты хочешь энергетики, повышения, да, выносливости, всего остального, но ты чувствуешь страх. Особенность у тебя – тяжелая тренировка, у тебя запланирован план, там, нажимы, допустим, и тебя трясет. Тебе страшно просто подходить. Вот эта паника необоснованная. Это очень сильно может мешать. Ну, зато, если ты вот с паникой пожал тяжелые веса, то ты, наверное, можешь чувствовать себя героем. Баночка у меня где-то наполовину полная, допить я не смог, потому что непредсказуемость меня пугает. Ну, иногда, кстати, заходило очень хорошо и помогало. И еще Блэканис. Тут содержатся такие сильные стимуляторы, как герань и эфедра. На весенней подготовке к жиму я его часто использовал. Был мой любимый притреник, он мне помогал. Но потом, летом я от всего этого отказался, тренировался вообще без всего, чтобы немножко отвыкнуть, потому что частое потребление притреника в приводе к тому, что рецепторы в организме забиваются, и тебя уже не бодрит. То есть, если раньше тебя бодрило условно 100 мг кофеина, и ты бегал, прыгал, был заряженный, то потом тебе и 300 не будет бодрить. Естественно, тебя будет бодрить, допустим, 600, но 600 – это уже такая концентрация кофеина, которая для организма может быть опасной. Особенно, если у тебя проблемы с сердцем, с давлением. Так можно и инфаркт, скорее всего, заработать, и помереть к чертовой матери. Поэтому надо быть очень аккуратным, исследовать инструкции. Практически везде они пишут, что баночку там выпил, и 4 недели попил, 2 месяца отдыха. Это будет оптимальным. Один раз я сейчас ее осенью выпил, и что-то не стало так плохо, ужасно, знобило. Поэтому больше я вот что-то пить не хочу. Естественно, я еще пробовал некоторые другие виды. Недавно пропил баночку бета-аланина на периоде на выносливость, и вроде он мне, конечно, немножко помог. Хотя практически ни о чем я не могу сказать, что прямо вот дико помогает. Скорее всего, это просто... Не скорее всего, а совершенно точно. Это попытки найти вещи, которые будут помогать переносить тяжелые нагрузки постоянно. Но лучше такие вещи использовать тогда, когда это необходимо. А именно на подготовке к соревнованиям, когда пиковые нагрузки, когда необходимо не сбавлять темп, быть сильным, смелым и так далее. Наверное, это все, что я вам сегодня хотел сказать. Будут какие-то вопросы, задавайте, пишите в комментариях. С вами был Точеный. Я забыл. Забыл. Я еще с вами. Подписывайтесь на канал. Смотрите предыдущие ролики. С вами был Точеный. Пока!